Дорогие друзья, сегодня 26 апреля, в преддверии Дня Великой Победы, мы, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко Николаевичук и Александр Гребенкин, приветствуем участников международной патриотической акции «Диктант Победы». В Угличе прошел Диктант Победы. На семи площадках на вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны, отвечали представители разных поколений. Вопросы касались 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, операции десяти сталинских ударов, юбилеев писателей-фронтовиков. Для педагогов и учащихся средней школы номер 7 ежегодное патриотическое мероприятие стало традиционным. У нас заявлено на площадке 30 участников, что отрадно. В этом году именно на нашей площадке у нас впервые участвуют ученики пятых классов, седьмых классов, ну и, конечно же, наши старшеклассники. С каждым годом задания и уровень сложности этих заданий растет. Если в 2020 году, когда мы впервые только сами начинали участие и в качестве педагогов даже участвовали на площадках, вопросы были намного проще. Самые простые вопросы, это, наверное, там, где полководца просили указывать и где работали агенты. Самые сложные вопросы были связаны с авторами произведений, которые посвящены Великой Отечественной войне. Самые сложные были с литературными произведениями, а самые легкие – с датами. В принципе, вообще все задания довольно-таки сложные, требуют знаний, требуют дополнительной подготовки. В 2022 году одним из победителей регионального этапа диктанта победы стал представитель седьмой школы Максим Руфов. В этот раз учащийся одиннадцатого класса первым сдал свою работу и получил сертификат Максим Руфов. Глава Курасова, представитель Семеновского Союза Глава Курасова, представитель Семеновского Союза Максим Руфов. Во-вторых, конечно же, дети должны получать пример. И мы, педагоги, показываем своим участием пример того, что победа – это не только информационный стенд, это не только исторические события, которые были когда-то давно, а это то, о чем забывать нельзя. Мы должны не забывать о тех страшных событиях, которыми пришлось столкнуться в нашей стране. Такие мероприятия очень нужны, потому что молодежь должна знать историю своих предков и этим гордиться. Многие сейчас совершенно не думают об этом. Я очень увлекаюсь историей. Конечно, я не строю каких-то перспектив в истории, потому что у меня другое направление, но мне это очень нравится. Это очень важно – помнить о том, что было во время этой страшной войны, и никогда об этом не забыть. Очень значимое, важное мероприятие, которое объединяет, можно сказать, не только школьников всей страны, а вообще жителей нашей страны. Ведь любой желающий может прийти во время работы площадки и написать диктант победы. Поэтому на следующий год мы ждем всех желающих, кто хочет прийти к нам. Будем с радостью вас встречать, потому что на следующий год мы тоже обязательно, тем более на следующий год, 80 лет будет нашей победе, мы будем рады видеть всех. Продолжение следует...